Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин и мы дальше знакомимся с точкой 18 ГШУ, которая на сегодняшний день у нас лекция, тема кровь. Либо, другими словами, данная точка является союзом крови, либо объединяет всю кровь. На Востоке говорят так, через данную точку проходит вся кровь в нашем с вами организме. Итак, что такое кровь? Кровь питает все клетки, весь наш организм. Это вода для нашего с вами организма. Согревает наш организм. На физическом уровне кровь является духом нашего организма. Данная точка также имеет влияние огромное на магистрали и кровеносную систему человека. Но чтобы еще более подробно знать о крови, здесь мы сразу говорим, что за изготовление крови главным органом является поджелудочная железа. Понятно, да? Потому, если человек хочет, согласно восточной медицине, либо есть заболевание крови, он хочет человеку себе помочь, то вы должны не начинать лечить кровь, а сначала хотя бы обратить внимание на поджелудочное, которое является основным изготовителем крови. Ясно, да? Но поджелудочная кровь у нас с вами изготавливают на физическом уровне. А как же кровь снабдить еще на тонком уровне? Это дыхание. Вот вам, пожалуйста, последовательность. Сначала надо восстановить дыхание, потом восстановить свою поджелудочную железу, которая невозможна управлять этой железой никогда. Почему? Это же самый капризный орган в организме человека. Это мы на физическом уровне сказали. Ну и дальше идет печень, сердце, сосудистая система. Вот вам последовательность. Мы разложили цепочечку, если у человека есть проблемы с кровью. Но и здесь еще не все. Согласно восточной философии, восточной медицины, джензиотерапии, вы должны знать, что два противоборствующих меридиана, меридиан сосудистой системы, перикард и меридиан тонкой энергетики, тройного обогревателя. Они всегда противоборствуют. Почему? Потому что тройной обогреватель отвечает за тонкую энергию, а меридиан перикарда отвечает за грубую физическую. Энергию контролируют все наши сосуды. Так вот приходит ко мне человек на диагностику. Вы знаете, у меня плохая кровь по анализам. Вроде бы все нормально живу, а кровь все равно плохая. Вроде бы и питание улучшил, и поменял образ жизни, а кровь все равно, анализы плохие. Что вы посоветуете? Я говорю, сразу нужно смотреть, в каком состоянии тонкий мир. Снимаем диагностику, тройной обогреватель не работает. А сосудистая система работает. А тройной обогреватель движет кровью. Ясно, да? Если сосудистая система, это в каждом уголку нашей, скажем так, организма эти, сосуды наши, где мы не порежемся, везде пойдет кровь. А тройной обогреватель движет кровью. И так вот не хватает тонкой энергии, чтобы двигать грубую энергию. Все правильно. Сначала нужно смотреть тонкий мир, а потом физический. У нас у людей все наоборот. Поэтому вот вам связочка вся. На что нужно обратить внимание. Если у человека плохие анализы крови, есть заболевания крови. И данная точка В-17 Гешу выступает основной точкой при лечении и восстановлении крови в нашем с вами организме. При любых заболеваниях крови от А до Я берется данная точка. Вот и все. Но, если вы не учтете, извините, то, что мы вам сказали в данном видео, извините, ваше лечение, либо восстановление крови будет немножечко неправильным, некорректным. Поэтому данная информация вам в помощь. При заболевании крови у воспаленных людей данная точка расслабляется, у слабых, вялых тонизируется. Но все-таки диагностика 12 меридианов все равно остается неотъемлемой частью нашего с вами тонкого мира. Спасибо за внимание.